Ну вот, идем мы сейчас прогуляться по нашей небольшой деревне. Почему небольшой? Потому что сама по всей деревне Гаренду, она достаточно большая, но растянута вдоль побережья, и мы остановились именно в той части, которую назвали деревней Маклая. Именно здесь живет глава клана Ассель Туй, именно потомок того Туй, который впервые встретил Маклая. И сейчас мы пройдемся по деревне и посмотрим, как это все выглядит, потому что здесь все очень продумано, все интересно, просто, но в то же время, исходя из тех условий влажности и постоянно высокой температуры, все очень оптимально сделано. Ну, мы сейчас можем пройти вперед и увидеть дом Ассель Туй. Именно здесь он проживает, и сейчас как раз время отдыха после ланча. Моллинг Ассель. Моллинг, моллинг. И мы можем видеть, что это бетонат, который используют очень часто, он дает хорошую энергию в течение дня, и очень многие используют это после завтрака. Эта хижина главы клана, она построена максимально похожа на то, как строилась раньше, без пришита, только единственное, раньше доходила практически до земли, а в остальном сама по себе постройка очень похожа. Здесь кровати расположены таким образом, что они прямо находятся на земле. То есть в других хижинах это уже потом трансформировалось, их подняли на сваях, они как бы более дышащие подняты. Дальше мы проходим, кухня всегда находится отдельно, и рядом с кухней обязательно тут всякая живность, в основном куры. В хозяйстве их много, собаки, и здесь вот готовится еда. Вот такой вот костер, и всегда семья здесь собирается. Здесь супруга нашего Аселя, и плетет непосредственно вот эти вот сумки потрясающие, которые удобны во всех отношениях, и для мужчин, и для женщин они используются. И это абсолютно то занятие, которым занимается большинство женщин. Ну и семья, потому что в этой именно деревне живет в основном близкие, близкая семья именно Аселя Туя, его сыновья, ну и у сыновей есть семьи свои. Что же у нас дальше? Дальше мы пройдем, можем увидеть дом, где один из старших сыновей Аселя Туя. Таким образом это расположено и сделано, что так же на земле. И здесь он живет со своими детьми. Здесь мы можем увидеть солнечную панель. Солнечная панель – необходимая, важная часть жизни деревни, потому что именно вот таким образом получается, можно зарядить телефоны, и вообще поскольку необходимая часть, электричество нету, через солнце мы получаем все необходимое. Сразу же перед нами мы сможем увидеть так называемую площадку для заседаний, где собираются для обсуждения разных вопросов. Вообще, очень удивительно, что, наверное, демократия у наших друзей-папуасов с берега Маклая, она на высшем уровне, потому что все вопросы, несмотря на то, что есть лидер клана, они решаются корпоративно. Вот здесь вот вчера было собрание по поводу того, чтобы как в дальнейшем взаимодействовать с Россией, как пригласить туристов сюда, что организовать, спрашивали моего совета, и несмотря на то, что во главе был Ассель Туй, глава клана, в любом случае каждый высказывался и давал свои рекомендации, после чего общим советом решили определенные те, решили, что они будут заниматься таким-то и таким-то образом, но именно корпоративно, именно совместно. Здесь мы можем, кстати, увидеть гитару, это уже часть современного мира. Гитара не использовалась раньше, но сейчас вот, соответственно, можем ее видеть. Поэтому пальклер из Европы приходит сюда. Часы, они, правда, не показывают время и доска, где мы можем делать записи все необходимое для того, чтобы наша группа людей увидела все. Здесь у нас скамейки, где располагаются жители, и здесь происходит самообслуживание. Рядом с деревней находятся огороды. Вообще огородничество – это самое главное у новогвинейцев. И, кстати, глава нашего клана – он великий огородник. Каждый из мужчин, он выбирает, я бы сказал, не выбирает, а становится лучшим в чем-то. Или же он лучший фишмен, то есть человек, который ловит рыбу, или же он лучший охотник, или лучший огородник. Вот осель Туй, именно поколение пятое, после того оселя, который встретил Микуху Маклая, он великолепный огородник. И мы посмотрели как-то эти огороды, и, безусловно, вы тоже сможете их увидеть. Здесь у нас следующая кухня, потому что все не могут расположиться в одной. И многие здесь вот как раз и готовят пищу. Это доброе утро. И вот таким вот образом встречает нас в гости. Вообще, очень доброжелательно. Мы ему очень благодарны за этот прием, конечно. Потому что много искренности, настоящего. того, что, ну, редко увидишь у людей. Что же у нас дальше? Вот здесь вот, кстати, мы можем видеть современные велосипеды. Не знаю, где они используются, по крайней мере. Но часть от этого велосипеда, она здесь. Ну, и плюс газонокосилка. Эта газонокосилка, она используется именно для того, чтобы следить за мемориалом, потому что недалеко от деревни мемориал. Вообще, эта деревня в большей степени была создана, да не в большей степени, она была создана оселем Туем, для того, чтобы следить за мемориалом. Мемориалом, который был построен и поставлен еще в 70-м году советскими моряками. Привезли плиту и надпись о том, что здесь был великий русский путешественник. И вот этот мемориал с того времени сохраняется. Плюс кто-то еще дает деньги для того, чтобы его совершенствовать. Мы увидим с вами его, потому что он в великолепном состоянии. С правой стороны вся часть – это огороды. И именно здесь, через эту чащу тропическую, мы пробираемся дальше уже на охоту, или же в основном за дикими свиньями, или же уже, соответственно, обрабатывать огороды. Потому что это самое основное, то, чем занимается деревня. Буквально несколько метров, и мы будем на холме, с которой будет видно побережье. Это залив Астролябия. Залив Астролябия. Именно то место, куда вошел корвет Витязь в 1871 году. И российские моряки, русские моряки привезли Николая Николаевича Миклухомаклая в те земли, которые были никому не ведомы. Дело в том, что раньше наших друзей-папуасов почему-то кто-то считал промежуточным звеном между человеком и обезьяной. Вот эту глупость полностью развенчал Миклухомаклая. Но не просто развенчал словами. Он это доказал. Он прожил более двух с половиной лет вместе с местными жителями. И показал на примере, что они очень прогрессивны во многом. Мы посмотрим сейчас мемориал, который был установлен, и который сохраняется местными жителями. И благодарность их за то, что Николая Николаевича Миклухомаклая всегда помогала им и старалась защищать. Благодарность за это они действительно сохраняют память. Вот по этой тропинке мы будем сейчас спускаться. И именно эта тропинка буквально через несколько метров приведет нас к этому мемориалу. Николай Николаевич описывал, что горы и нависшие над ними облака это характерная особенность этого острова. Мы видим, что это абсолютно так. Эта площадка была полностью в лесах непроходимых. И, конечно, 150 лет назад мы не могли бы вот так спокойно ходить. Нужно было бы пробираться среди чащи. И поэтому, например, даже несколько километров, в которых находится следующая деревня, это Гаренду, Николая Николаевича Миклухомаклая добирался полчаса-час по той причине, что это было невозможно добраться быстро. Вот здесь вот мемориал. Здесь происходит празднование. И нас вот встречали именно на этом месте. Впервые нас встречали 3000 людей, собравшихся абсолютно со всех мест. В этот раз мы получили праздник в каждой деревне. Отдельно мы получили праздник потрясающий прием в деревне Гумбу, Гаренду и Бонгу. И остались деревни Маклая, которые являются частью деревни Гумбу. Все это на протяжении одного берега, берега Маклая, или сейчас это называется берег рай. Рай – это по названию деревня. Ну, когда мы рассказали, что рай – это парадайз, это действительно рай, они, конечно, обрадовались, что так сложилось, что слово рай в переводе на русский действительно называется рай. И вот мы можем видеть навес. Именно отсюда вещается вся информация, когда собираются люди. Это бывает не так часто, но каждого оповещают о том, что происходит. К сожалению, у местных жителей нет паспортов, мобильных телефонов не так много, компьютер 1-2 на деревню, который включает в себя от 300 до 1000 человек. Связь с внешним миром есть через лодки, которые приходят сюда, и на которых можно добраться до ближайшего города Маданг. А так около 100 километров по плохой дороге. И поскольку нет машин, то, разумеется, никто по дороге не добирается. В основном только на лодках. Мы можем сейчас увидеть этот мемориал. И вот два года назад не было такого ограждения. Сейчас оно есть. Мы, конечно, благодарны, что они следят за этим очень хорошо. Вот такую вот звезду они сделали и выложили кораллами. А вот этот вот берег, который здесь есть, он осыпался. И несколько лет назад могло бы вообще не быть этого места, потому что характерно, что, к сожалению, здесь постепенно вода забирает береговую линию. И была построена защитная линия. Благодаря и российской стороне, и сэру Питеру Бартеру. Один из меценатов, Валерий Сурин, помог, вспоминая о тех уникальных рассказах Миклуха Маклая, о наших друзьях-попуасах, он помог сохранить память и восстановил. Вот это дал некоторые деньги для того, чтобы восстановить вот эту прибрежную полосу. Ну и сэр Питер Бартер, сэр Питер Бартер, который помогает нам организовывать экспедицию. Это человек, который около 40 лет проживает в России, проживает, прошу прощения, в Австралии, сам этнический австралийец. Но настолько много делает для этого народа, что старается для того, чтобы и мы смогли получить здесь полный комфорт в проживании. Вот эта береговая линия идет, и в ту сторону можем увидеть деревню Бонгу. Именно там было второе место пребывания Николая Николаевича Николаевича Маклая. Первое время он проживал, остановился здесь. Этот мыс Грагаси, или мыс Уединения, как он называл, он был первой стоянкой Николая Николаевича. Первые полтора года он прожил здесь. А вообще он добирался 10 месяцев. На корвете Витязь из Кронштадта. Впервые мы добирали 6 дней на самолетах, а последний раз 3 дня, если считать полностью, начиная от Санкт-Петербурга. Непростой путь, далеко. Но это стоит того. Мы посмотрим сейчас мемориал. Здесь у нас есть две доски. Одна новая, которая была установлена в 2014 году. И вторая, та, которая в 1970 году была установлена на бетонной плите. Все это было установлено на бетонной плите среди джунглей. И здесь написано о том, что в память высадки на этот берег в 1871 году скорвета Витязь русского ученого Н.Н. Миклуха Маклая от моряков и ученых в Витязе в декабрь 1970 года. Вот с этого началось, с этой таблички, с этого, скажется, простого действия началось то, что этот берег сейчас позволяет нам помнить и знать, что русский ученый здесь много чего сделал. А нашим друзьям по классам хранить память об этом и память о России. Я вам покажу ручей, где Миклуха Маклая умывался, каждое утро набирал воду. Вообще, кипячение воды позволяло сохранять достаточно комфортные условия, потому что вода здесь, кстати, чистая, она стекает с горы, потом идет ручьем. Но он всегда пил чай. Обычную воду не брал для того, чтобы обезопасить себя от каких-то болезней. А на тот момент болезней было много. Он, к сожалению, приехал уже тогда с проблемами с малярией, потому что были путешествия, и здесь, в течение всего своего путешествия, в течение всей своей стоянки, он испытывал постоянные проблемы у него, переходящие в то, что он не мог даже работать. А в дальнейшем, несмотря на то, что эти болезни его преследовали, он все равно старался не обращать на это внимание и продолжал работать. Вот это то место, которое для нас, для россиян, кажется на краю света, с другой стороны земного шара, где люди ходят вверх ногами, где всегда тепло, влажно, и где всегда помнят о России.